Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей и в этом видео покажу вам 5 новых пранков с едой, которые вы можете применить над кем угодно, над друзьями, знакомыми, братами или сестрой или даже на одноклассниках. Только как и в прошлый раз предупреждаю, что после таких пранков у вас может и не быть другом. Начнем с простого, самый жесткий пранк оставим на конец. Нужна тарелка, желатин, яйцо и сметана. Можно взять любой жидкий продукт белого цвета, который потом будет похож на яйцо. Возьмите иголку или сверло и просверлите в яйце небольшую дырку. С обратной стороны надо сделать еще одну дырку, побольше. Через нее мы будем извлекать белок и желток, а через вот эту маленькую мы будем дуть. Будем дуть мы, для того чтобы содержимое быстрее вылилось. Теперь наберите шприц воды и еще больше прополощите яйцо. Возьмите стакан и наберите в него сметаны. На это количество нужна ровно одна ложка желатина. Нужно чтобы он растворился. Поэтому поставьте его на газ и мешайте. Но у нас отключили газ. Поэтому пришлось выкручиваться вот таким методом. А чтобы быстрее размешалось я закрепил ложку шуруповерт. Теперь возьмите эту смесь и наберите с помощью шприца в ваше яйцо. Но сперва заклейте вот эту дырку, чтобы оно не протекало. Надо дать желатину застыть. На это уйдет примерно 2 часа. Желатин получится очень густой. Теперь просто угостите кого-то этим яйцом. Юль иди сюда. Шо такое? Я яйца сварил, иди кушать. На, бери вот это. На яйцо не похоже, на что похоже? На говно. Все ведь любят кушать вот такие желейные червячки. Поэтому купите пачку и высыпьте на тарелку. Они немного липкие, поэтому слиплись. Разъедините их аккуратно. Их надо сделать еще более липкими. Для этого возьмите фен и нагрейте. Желей немного расплавится и к нему будет липнуть абсолютно все. Поэтому возьмите соль. Она очень похожа на сахар, который часто добавляют в червячков. Посыпьте так, чтобы было незаметно, но не сыпьте слишком много. А то так можно и обоср... Кхм-кхм-кхм. В общем не надо. Теперь засыпьте эти желейки обратно в пачку и еще приправьте солью. И стряхните. Будет максимально похоже на то, что червячки просто присыпаны сахаром. Поставьте втихаря беспалево на стол. Друг поначалу ничего не заметит, но потом поймет насколько же это противная штука. what is that, what is that? Юль, ты будешь и купил? Юль, ты будешь и купил? Да. Ну. Андрей, иди сюда! Что она такая соленая? Фу. Что не вкусное? Ты ржешь! А шо такое, Юль? Фу, в чём ты его посыпал? Солью. А шо, не надо было? Фу. Юки-палки, а можно я помою их осин? Ешь мне тоже. Для этого пранка вам понадобятся помидоры черри и пищевой краситель, желательно тёмного цвета. Выложите помидоры на тарелочку. Вот такой шприц на 2 мл имеет самую тонкую иглу. Ей надо выкачать влагу из помидора, но всё полностью выкачать не выйдет, поэтому помогите ртом. Получится вот такой жёхлый помидор без сока. Далее разведите пищевой краситель максимально концентрированно, так, чтобы порошка в воде было столько, что он перестал растворяться. Теперь очень аккуратно, главное в разные места введите краситель. Помидор почернеет на глазах, но он совсем не похож на обычный помидор и выглядит как-то подозрительно. Возьмите фен и нагрейте его. Помидор сразу же расправится и натянется. Теперь осталось только посунуть это жертве и наблюдать за тем, как её зубы станут такими, будто она кого-то съела. Юля, иди сюда. В общем, да. Очередь. На, берём. Четвёртый пранк можно применять на детях, поскольку они очень сильно любят киндер-сюрпризы. Купите в магазине один. Очень аккуратно распечатайте его, чтобы можно было потом запечатать обратно. Теперь возьмите канцелярский нож и представьте, что вы ювелир. Очень аккуратно расщепите яйцо на две части. Если оно лопнет, придётся покупать ещё один. Теперь налейте в него воды. Очень аккуратно и поставьте в морозилку. В морозилке оно может примерзнуть к днищу, и тогда вы его не отдерёте. Поэтому она должна быть полностью сухая. А когда вы достанете их, то вода уже никуда не денется, она там запечатается. Теперь сложите их максимально плотно. Возьмите какую-то железячку и нагрейте её так, чтобы она могла расплавить шоколад. Надо запаять яйцо. Теперь, когда он растает, с ним ничего не будет, а вода внутри останется жидкой. И она оттуда никуда не денется. И когда человек возьмёт его открывать, то его ждёт сюрприз намного больше, чем тот, который там мог лежать. Иди игрушка. Так это была водная игрушка, Юль. Это шо, опять всё ты? Ну блин, такой цель я испортил. Юля, я его в унитаз уронил. Это я щас не на камеру, это я серьёзно, унитаз его уронил. А ты уже съела, всё, Юль. Ну шо, блин, уже нечего блин, Катя уже съела. Ну и шо? Ты что, до 9 срался? Последний пранк самый жёсткий. Для него нужна монетка и показать вот такой фокус. Монетка есть в руке, оп, и монетки нету. Причём я её не выкидывал. Секрет простой. Возьмите двухсторонний скотч, приклейте его на руку и снимите второй слой. К нему приклейте монету, чтобы половина выглядывала. И теперь, когда монета должна исчезнуть, вам нужно просто догнуть палец назад. Её будет не видно. Теперь покажите этот фокус жертве, но с одной деталью. Вот такой. Так, видишь монетку? Угу. Смотри. Блин, что-то не исчезло, подожди. Нету. Я не выбросил. А знаешь, где она? Где? В бутылке. Нет, 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 не надо. Да! Нет. Надо! Нет. Ну что ж, если вам понравилось это видео, нажмите мне понравилось. И также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые. Всем пока!